Привет, это Studio T2. Полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Меня порадовали интересным звуком за свои деньги. Но обо всем по порядку. Начнем с комплекта. В этот раз мне приехали две коробки Studio T2. В белом и черном варианте. Комплектация, конечно, одинаковая. Сами наушники, зарядный кейс, три пары амбушюров, плюс одна уже надета, кабель USB-A на USB-C, салфетка и документация. Проводок короткий, но качественный. Кстати, всего у модели 4 варианта расцветок. Есть еще и песочный розово-оранжевый и нефритовый, бледно-зеленый. К слову, другие классные ТВС наушники до 100 баксов вы найдете в отдельном рейтинге на нашем сайте по ссылочке в описании. Переходите, там много клевых моделей. По дизайну. Кейс компактный, эргономично-яйцеобразной формы, так сказать. Поместится в карман без проблем. Отличается от большинства конкурентов встроенной веревкой-петлей для переноски. Крышка открывается легко, но сама не распахнется. Наушники внутри удерживаются надежно, но вытряхнуть можно. Поверхность кейса маркая. Тут и пригодится комплектная салфетка. Это матовый пластик с покрытием типа soft-touch. Отпечатки пальцев остаются моментально. Корпусы наушников Studio T2 относительно небольшие и форма эргономичная. Они не сильно выдаются в ушах, хотя незаметными их точно не назвать. Пластик тоже матовый. Снаружи есть круглые платформы под металл. Это сенсорные панели. Поверхность у них рифленая, выглядит это хорошо, но пачкается моментально. Очиститься не особо просто. Сборка наушников и кейса надежная. Материалы из настойки, никаких скрипов, необработанных швов и прочего я не заметил. В официальных характеристиках заявлена защита от пота и влаги, но без рейтинга IP. Что касается комфорта. Я проводил в данных наушниках около 3 часов без перерыва в домашней обстановке и почти 2 часа на улице в транспорте. В обоих случаях дискомфорта не было. Наушники можно уверенно назвать удобными. Само собой, уши у всех разные, но эта модель точно подойдет большинству потенциальных покупателей. У меня уши среднестатистические, то есть среднего размера. Если потратить несколько минут на подбор амбушюров, то наушники будут сидеть в ушах плотно. Не выпадут даже во время тренировок. У меня за все время тестирования ни разу не было ощущения, что наушники надо поправить. Управление данных судей у меня оставило смешанное впечатление. Радует, что функционал полный. Переключение треков, управление громкостью, шумоподавление, все под рукой. А вот реализация жестов расстраивает. Схема такая. Одно касание по любому наушнику, старт-пауза, прием-завершение вызова. Два касания, правый наушник. Это следующий трек, левый, предыдущий. Три касания, правый наушник, увеличение громкости, левый, уменьшение. Удержание около двух секунд по любому наушнику, это переключение режимов шумоподавления, прозрачность и все выключено. Все действия подтверждаются разными звуковыми сигналами. Через пару раз запоминаешь, какой к чему относится. Ложных срабатываний нет или их минимум, благодаря форме корпусов. Когда надеваешь наушники, то держишь их, не задевая сенсор. А вот тройной таб выходит через раз. Даже в домашних условиях у меня получалось не более 50% шанса на успех. А уж на улице после первого дня я перестал даже пытаться регулировать громкость жестами. Кнопка на нижней части кейса используется для сброса настроек. Удерживаем 5 секунд, индикатор мигает дважды и наушники обнуляются. Умной паузы нет, фирменного приложения не предусмотрено. Соответственно никаких настройок и дополнительных функций тоже нет. Кратко сравним размеры Studio T2 с несколькими аналогичными моделями. К слову, обзоры на эти модельки будут тоже в описании. Они очень классные, переходите, почитайте, будет интересно, думаю. Что касается подключения и связи. Первое сопряжение происходит элементарно. Открываем кейс и наушники уже доступны для обнаружения. Если нужно подключить другое устройство, то достаточно отключить наушники от первого, и они тоже автоматически перейдут в режим поиска. К знакомым девайсам наушники подключаются. Но одновременно они могут быть соединены только с одним устройством. Мультипойнта здесь нет. Видео смотреть комфортно, задержек нет или почти нет. Проверял на YouTube и не только. Меня отдельно радует возможность использования любого из наушников для музыки или звонков. Часто слушаю аудиокниги, поэтому для меня эта функция полезна. Переход с пары на один и обратно происходит быстро и без проблем. Судья T2 стабильно держит связь с источником в помещении и на улице. В домашних условиях отходил через две комнаты, и только тогда начинались помехи. А это около 9 метров со стеной и дверью на пути. На улице не было артефактов, независимо от того, в каком кармане лежал телефон. Растраивает, что нет поддержки ABTX, конечно, или хотя бы AAC. Хоть это и не главное в звуке, но в этой ценовой категории уже надеешься не только на кодек SBC. Зато Bluetooth версии 5.2. Это радует. Что касается автономности. В характеристиках Studio заявлены следующие параметры автономности. До 7,5 часов на одном заряде. До 35 часов с зарядками от кейса. Время зарядки наушников составляет 1 час. Наушников и кейса одинаковы, к слову. Есть быстрая зарядка. За 10 минут мы получаем 2 часа прослушивания музыки. Беспроводной зарядки нет. Что по факту. За 3 часа прослушивания с шумоподавлением наушники у меня разрядились где-то на 50%. Заявлен до 6,5 часов в шумодавом, что похоже на правду. Зарядками от кейса у меня наушники проработали больше недели. Так что автономность вполне достойная. Активное шумоподавление Studio T2 прибавит комфорта в повседневной жизни. Оно рабочее, но далеко не на уровне лидеров сегмента, конечно. Справляется с низкочастотными монотонными шумами, но и все пожалуй. Даже низкочастотную составляющую гул от дороги не блокирует полностью, а только сглаживает. Разница между вариантами с шумодавом и без шумодава есть, но она не принципиальна. Особенно если музыка громче среднего уровня. Режим прозрачности хороший, помогает ориентироваться в пространстве, не снимая наушники. Шумоподавление и прозрачность не влияют на звук и не создают давление в ушах. Голова не болит. Я бы сказал так. Покупать эти наушники именно ради шумоподавления не стоит. Но стоит понимать и то, что хороший шумодав стоит обычно намного дороже. Чтобы убедиться в этом, переходите в рейдинг лучших наушников шумоподавления. Там много гласных моделек, подороже и на уровне данных Studio. По микрофону. Я бы не советовал использовать Studio T2 в качестве полноценной гарнитуры. Перекинуться парой слов можно, но разговор дольше 5 минут может вызвать дискомфорт у собеседника. Даже в тихой обстановке. На улице получалось поговорить пару минут, но только пока был в тихом дворе. Стало выйти чуть ближе к дороге, до нее было метров 7-10. На том конце провода просили перейти на телефон. Так как приходилось напрягаться, чтобы меня услышать. Из позитивных моментов можно говорить через любой наушник или включить режим прозрачности. С записями через микрофон вы сможете ознакомиться в обзоре на сайте по ссылке в описании. Поговорим о главном озвучении. Звук, к счастью, это лучшая черта данных наушников Studio T2. Отличается от большинства прямых конкурентов натуральностью и хорошей проработкой высоких частот. В основном в своем ценовом сегменте наушники выглядят отлично. Один из лучших вариантов до 100 баксов. Кратко пройдемся по частотке. Низкие частоты. Есть акцент на нижнем краю диапазона. Бас не гудит и не раздут. Он создает хорошую основу для музыки. Он довольно натуральный, ударный и не ватный. Грязи обычно нет. Средние частоты ровные, натуральные и не прячутся за басом. Голоса звучат живо, придираться не хочется. Высокие частоты с самой верх сглажен, но в остальном есть даже акцент. Высокие разборчивые, достаточно натуральные. Натуральность на хорошем уровне, явной синтетики нет. По достоверности. Сцена для своего сегмента нормальная. Чуть шире головы, не совсем плоская. Объема нет, но разделение инструментов хорошее. Звуки в кашу не сваливаются. Подача комфортная, достаточно энергичная и яркая, но не слишком. Деталей достаточно. Хотя уровень, конечно, не аудиофильский, понятно. По музыкальным жанрам. Наушники универсальны, но есть нюанс. Мне не понравилось, как в них звучит бас-ориентированные жанры. Низких слишком много. А вот стили, где много живых инструментов, звучат хорошо. Лучше, чем в большинстве наушников конкурентов. Но допускаю, что любителям баса как раз соответствующие жанры понравятся. По вариантам применения. Это в первую очередь музыкальная модель. В этой роли она хороша. Ну и сериал в ней посмотреть можно. Звук получается насыщенный и с подобием объема. Больше подробностей о звуке, кстати, тоже читайте по ссылочке в описании в обзоре на сайте. Что по ценам. В России цены стартуют от 7200 рублей. Цен в Украине я пока не нашел, но думаю они будут стоить примерно по эквивалентной цене от 2500 гривен. По главным плюсам. Качественный звук. За свои деньги один из лучших вариантов. Удобная и надежная посадка. 3 часа без дискомфорта. Не выпадут на ходу или на пробежке. Интересный и универсальный дизайн. Надежное соединение по Bluetooth. В районе 8-9 метров. Никаких заиканий и прочих проблем. Нет задержек при просмотре видео. Комфортная автономность. 6,5-7,5 часов. До 35 часов с зарядками от кейса. И есть быстрая зарядка. До 100% за час. И за 10 минут на 2 часа работы и прослушивания музыки. Работа наушников по отдельности. По главным минусам. Не всегда удобное управление. Тройные касания получаются далеко не всегда. Приложения для настройки нет. Посредственное шумово давление. Оно работает, но не впечатляет. Нет aptX, мультипоинта и умной паузы. Эти полезные особенности уже встречаются в этом ценовом диапазоне. Марки и материалы. Матовый пластик быстро собирает отпечатки пальцев. А рифленые сенсорные панели загрязняются. Микрофон ниже среднего уровня. По итогу Studio T2 получили оценку на нашем сайте. 7,8 из 10. Это довольно хороший показатель. Стоят ли они своих денег? Да. Они предлагают отличный звук за свои деньги. Сейчас на официальном сайте они продаются со скидкой. Ссылочка, кстати, будет в описании. Но даже полная цена не выглядит завышенной. Купил бы я их себе? В качестве дополнительных вполне. Вот такие дела. И не забудь подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok